Последний полуфинальный матч с первых минут показал, что игроки обеих команд настроены на выход в финал. Борьба велась на высоких скоростях, но шайба летела мимо ворот. Так что в первом периоде ни одна команда не смогла распечатать ворота соперников. На перерыв игроки ушли со счетом 0-0. Первый период получился скомканным. Пытались найти свою игру, не получилось. Моменты были, не получилось реализовать. Только к середине второго периода с разницей буквально в одну минуту отправили шайбы ворота соперников игроки Саров Инвеста Сергей Калинин и Михаил Румынин. После чего хоккейный клуб «Кварц» взял перерыв, чтобы скорректировать игру. В конце второго периода еще один гол был реализован Константином Поляковым. «Кварц» смог ответить только одной шайбой. На второй период уже вышли, настроились, поговорили с командой друг с другом, чего нам не хватает. Сделали работу над ошибками, вышли на второй период, забили. В третьем периоде Саров Инвест отстоял свое преимущество. Автором еще одного гола стал Михаил Малафеев. Пропущенная саровским вратарем шайба уже ничего не могла изменить. Итог игры 4-2. Саров Инвест вышел в финал. По сегодняшней игре могу сказать, что у команды Сарова ребята более мастеровитые. Они побыстрее наших ребят. Я знаю, что они много тренируются, много готовятся. За звание чемпиона области Саров Инвест сразится с хоккейным клубом «Сеченова». Лидером первенства станет команда, одержавшая в финальной серии три победы. Первый матч пройдет уже в эти выходные 1 апреля. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.